Итак, всем привет! С вами Алексей Элькатрас, и мы с вами продолжим учиться Unity 3D. Сегодня мы с вами поговорим о создании наработок по RPG, модернизации игрока, отслеживании характеристик и вот вещей, которые можно отнести не только как к RPG, так еще как к RTS и каким-либо играм подобного жанра. Возможно, даже мы с вами напишем небольшую RTS-стратегию. Ну что же, приступим. Вот у нас пустой проект, создаем новую сцену, вот наша камера. Вот, делайте сразу не минимальную, это вот бывает во многих играх, на Unity такая проблема, что если близко подойти к стене, видно сквозь стену, и зачастую многие забывают уменьшить данную переменную, да, у камеры, и проходит взгляд сквозь стену. Мы с вами создадим для начала главный скрипт, демокустомайзер. Вот контролер небольшой такой у нас, создадим папку. И создадим с вами небольшой куб. Так. Сейчас мы его подвинем. Так, еще, кстати, кто не знает, для быстрого смены инструмента вращения, скейла, перемещения, вместо того, чтобы нажимать вот эти кнопки, можно нажимать E вращение, на клавиатуре английской E. R это скейл, и W это перемещение. То есть, тем самым, вы получаете быстрый доступ к этим функциям, и не обязательно лишний раз мышкой сюда вот тянуться, нажимаем GameObject, Directional Light, источник света будет у нас тут. Сохраним сцену. Все вопросы по Unity пишите у нас в группе ВКонтакте, также можно в нашем сайте FlyDreamStudio на форуме. Пишите заявки на уроки. Ну, а пока вот у меня планы по RTS, RPG, серию уроков за это завершить, и по углубленному изучению C-Sharp. Будет следующий небольшой курс уроков, но об этом чуть позже, сейчас мы с вами занимаемся RTS. Задим сцену, займем ее тест. Так, готово. Наш куб будет, к примеру, юнитом являться. И вообще, вот о том, что мы чисто кустомизацию, то есть поработаем над характеристиками, над повышением левела героя и так далее. Это будет такая вот небольшая модель. Сейчас мы ее вот... Так, я вспомню, тут небольшой пак есть, микромонстр, с юнитом, с эссетстори. Я возьму отсюда персонажей, так как, чтобы было удобнее, нагляднее, сразу сделать что-то уже стоящее. Так, вот, по меру, поставлю такого мосточка сюда. Так. Выключаем. Так. Супер пакетч. Импортируем сейчас на с вами еще некоторые ресурсы. Повесим на камеру. Скайбокс сделаем. Туман настроим. Так. Вот у нас будет наша площадка. Расставим пока некоторые объекты по сцене здесь. Вот у нас с вами получается вот такая небольшая локация. Так. Прорежется. Ренератор сеттингс. Создадим туман. Чуть больше его интенсивности сделаем. Вот так. А, и скайбокс какой-нибудь. Какой нибудь. Вот это вот. По меру скайбокс создадим с вами. А то же продолжим. Теперь мы с вами самого персонажа ставим перед камерой. И вешаем на него наш скрипт. Назовем его. Секундочку. Environment. Окружающая среда. Камера. И плеер. Игрок. Вешаем на него наш скрипт с вами. Customizer. Открываем его. Здесь. В MonoDevelopе. У меня Unity 4.3.1. Версия. Ну, в MonoDevelop. Немного непривычно все же. Ладно. Приступим. Первым делом. Что мы с вами сделаем. Public. String. Name. Имя нашего персонажа. Значит. Какие еще у нас переменные. Public.int. Теперь создадим публичные перемены типа int. Ну, это будет ловел. Базовым будет нулевой. Дальше. Курс. Килл. То есть текущий опыт. Тоже равен нулю. И. Так. Еще создадим с вами переменные, которые отвечают буду за повышение класса. Плюс класс. Так ее назовем банально, да? Плюс левел. Будет. У нас равно. 300. Изначально, да? Дальше. Дальше. Public.int. Сидим так. Public.system. Random. R&D равно. Random. Range. R&D system. R&D. Вот у нас с вами. Есть и в основные перемены. И теперь мы с вами будем выводить все это через GUI. Двух характеристики. И собственно заготовка наша уже закончена. И приступим с вами к работе. Вводит он GUI. Также сразу скин сюда дадим. Public. GUI. SKIN. SKIN. GUI. LABEL. NEWRECT. 10. 100. 240. Выводим. NAME. PLUS. LEVEL. Is. Is. Так. Наш левел. Выводим его. Дальше мы смещаем. Может через GUI. Лайаут. Вводить все это. Ну я пока все таки оставлю пока так. Все это. 150. 200. Дальше у нас. SKILL. CURRENT SKILL. Текущий опыт. Жизнь можно убрать. И. NEXT LEVEL. NEXT LEVEL. NEXT LEVEL. SKILL. SKILL. Это будет следующее наше значение. Сейчас мы его позже разнесем. Тут курс SKILL. И тут будет у нас. Переменная. Назадь тоже. NEXT SKILL. ARTHUR равен нулю. Вводим NEXT SKILL. Так. Вводит NEXT SKILL. Вводит LEVEL CONTROLLER по миру. Да. Первым делом мы с вами проверяем текущий SKILL. NEXT SKILL. NEXT SKILL. NEXT SKILL. Будет у нас. Вводиться по такой формуле. То есть. Так. Еще остаток. Мы должны ввести. POST. Нулю. Тоже. Это остаток. К остатку мы прибавляем. ПЛЮС. ЛЕВЕЛ. МНОЖЕННОЙ. Так. К нему добавляем. ПЛЮС. ЛЕВЕЛ. То же самое. Только умноженное на текущий ЛЕВЕЛ. То есть. Будет появляться как степень этого числа. Чем больше ЛЕВЕЛ. Тем больше очков будет нам нужно для того, чтобы его повысить. То есть. Такая прямая пропорциональность у нас тут будет. Дальше мы ввод. Ввод старт. И. ЛЕВЕЛ. КОНТРОЛЛЕР. Проверим с вами. Что у нас там. Так. То есть. У нас в полничный балл. Клоит. Так. Открываем. Видите. Вот. Гои скин. Скин у нас пока нету. Мы его позже с вами настроим. Пока в оконном режиме запустим игру. Вот видите. ЛЕВЕЛ 0. Текущий скинл 0. До следующего ЛЕВЛа у нас 300 очков нам нужно. И сделаем с вами кое-что еще. Воид. Отдейт. Будем с вами проверять нашу систему в деле. КОНТРОЛЛЕР. Будем добавлять. И ЛЕВЛ КОНТРОЛЛЕР. Потом проверку ЛЕВЛ КОНТРОЛЛЕР мы с вами изменим. Более оптимизированно будем все дорабатывать. Но пока нам это не нужно. Пока будем просто тестировать. Нажимаем пробел. 100. 200. 300. 400. 500. Видите. Вот у нас очки растут. Но ничего больше не меняется. Теперь ведем проверку. Дальше. ЛЕВЛ КОНТРОЛЛЕР. В первом деле мы проверяем. Если ИВ КОНТРОЛЛЕР уже становится больше или равен НЕКСТ СКИЛЛ, то в данном случае мы повышаем наш ЛЕВЛ. ЛЕВЛ равен нулю. ЛЕВЛ ПЛЮС ПЛЮС. Это ингребент по сравнению делаем. Дальше. По повышению ЛЕВЛа мы ТЕКУЩИЙ СКИЛЛ. Вернее так, сделаем. Остаток. Рассчитаем. Остаток. ТЕКУЩИЙ СКИЛЛ. Вернее так. Да. ТЕКУЩИЙ СКИЛЛ МИНУС НЕКСТ СКИЛЛ. Дальше. А. КУР СКИЛЛ будет равен остатку. А. А. НЕКСТ СКИЛЛ будет равен тому, что мы с вами уже рассчитали. И закрываем все дело скобкой. Идем в ЮНИТе. Дальше смотрим. Запускаем. Видите, у нас ЛЕВЛ 1. Да, уже. ДВЕСТИ. ТРИСТО. ЧТЕРЕСТО. ПЯТЬСОТ. ШИСТСТОТ. ЛЕВЛ 2. А. ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК 0. Да. А теперь мы с вами сделаем так. А. НЕКСТРЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ мы с вами, пожалуй, скроем. Да. Это мы с вами оставим в паблике. А это мы с вами скроем. Это будет у нас private int. И так же туда мы с вами добавим. Хоть нет, это будет публичная переменная. Increase назовем ее. Increase. Равен нулю. Равен 50 сделаем. И будем ровно на это число увеличивать наш опыт. Идем сюда. Смотрим. Increase будет равен у нас, по миру, вот такому числу, да. То есть... С ОСТАТКОМ. Вот мы рассчитаем наш ОСТАТОК. Как у нас работает. ЛЕВЛ 1. ОЧКОВ 0, да. Делаем 110, 220. 440, 550. И вот ОСТАТОК ОСТАТОК ОСТАЛС. Видите, ОСТАТОК 60. После того, вот этого всего увеличения, ОСТАТОК 60. ЛЕВЛ ПОВЫСИЛСЯ. И до следующего... ЛЕВЛ у нас уже 960 очков. Сейчас мы увеличиваем. 940. ОСТАТОК 90. ЛЕВЛ ПОВЫСИЛСЯ. Тем самым, у нас игрок прокачивается, а что-то у него там появляется. Сейчас мы все это укомпонуем через... Вот так. Гуэллай аут. Будет, пожалуй, более правильный вариант. Но все это характеристика будет сама выводиться. Так, мы с вами забыли еще про имя игрока. Снимем чуть-чуть отдельно. Поработаем. Вот так все это выглядит. С Гуэллай аутом. Имя игрока вот у нас будет назовем ее. Крис. Крис лавил, да. И сделаем справа вверху табличку ввода имени. name равно... Будет равно gui.textfield. И смотрим. NewRect. Разместим с вами, пожалуй, screenWid. Минус 300. 10. 250. 40. Переменная name. Еще можно ограничить все это максимальной длиной. Имени, например, это будет maxNameLength. Это максимальная длина имени игрока. Это будет еще одна у нас переменная вот здесь. Чтобы полностью контролировать весь процесс через редактор. Прямо видите. У длина, например, будет, предположим, 12 символов. Так. Что-то у нас... Так, так. Быстрый предпечатывание правильно. ScreenWid. Все. Так, запускаем. У вас появляется окно ввода имени. И мы вводим... Крис, да. Эту табличку можно сувеньшить. Вот, пожалуй, там нужно 150 на 30. И тут еще GUI-Label. NewRect. Где-нибудь поблизости. ScreenWid. Минус 400. Будем вводить... Будем вводить... EnterPlayerName. Сдавидим чуть еще. 450. Нет. Вот так и оставим. EnterPlayerName. Тут мы ведем в микро-к. Player. Вот так вот. PlayerLabel1. Сколько? Столько-то и столько-то. Вот это наши первые характеристики игрока. Дальше. Damage. Видимо, отдельная статистика. Это будет показатели этого самого героя. Int. Даже float. Double. Float. Damage. Равен 10. Дальше. Speed. Равен 5.0. Так. Speed. Damage. ХП. Будет 100. Так. И... Ну, пожалуй, начало все. Дальше мы все это с вами будем тоже рассчитывать изменять. При повышении левла... Damage... Будет равен... Damage... Делить на 2. Плюс Damage. То есть... Половину текущего урона. То есть 10. Делить на 2. Будет 5. И... Плять... Плять... Пять плюс 10. Будет 15. То есть будет... На... Половину увеличивать. То есть на... Одну вторую. От... Текущего... Урона. И скорость, пожалуй, тоже самое сделаем. Хотя мы можем даже чуть меньше сделать. Делить на 3. По той же схеме. Speed. На 3. Плюс... Speed. И... HP равно... HP делить на 4. Плюс... HP. Выведем все это тоже самое здесь. Раз, два, три. Так. Будет HP. Damage. И... Speed. Move... Speed. Потом мы с вами заставим двигаться нашего игрока. По нажатию клавиши мыши. Он будет нас передвигаться. Вступать в бой с другими персонажами. В общем, мы с вами будем расширяться. В плане геймплея. Создадим, может, даже какие-то строения. В общем, у меня запланирован довольно длинный линейник уроков. Мы с вами постараемся многое реализовать. Уроки будут примерно идти по полчаса. Первый урок такой, больше. По созданию каркаса. Мы тут мало чего успеем сделать. Только заготовки. А дальше будем все углубляться, углубляться. Ну вот, продолжим. Дальше вводим Damage, а ХП у нас от самого непосредственно ХП. Вот у нас MoveSpeed, Damage, ХП. Изначально у нас почему добавляется левел? Это вот CurrentSkill 0, Level 0, Increase Max. Так, проверять, если текущий больше ли равно, а текущий у нас равен NextSkill, поэтому NextSkill мы сразу сделаем с вами 300, то есть чтобы вначале не происходило вот это увеличение на уровень. Тут не изменится, поэтому ручную поправить. NextSkill 0, Level 0, пусть будет плеер. Damage, а это у нас вправе, да? Перемены NextSkill, да. Сделаем его паблик пока, потом все уберем. Next300. Кстати, можно видеть в режиме редактирования здесь переменные и Private, то есть для этого мы жмем сюда и жмем Debug. Тогда у нас появляются скрытые показатели, AnimationStates, да, вот, анимация InstanceID, LocalInertifyingFile и прочие приватные переменные. Нам пока это не надо. Вот, мы тем временем дальше продолжаем с вами. Что мы с вами сделаем сейчас? Так, ну ладно, продолжим. В общем, сейчас мы с вами занесем переменные там, какие-то анимации, какие-то еще действия, создадим площадь, в которой будет выделяться игрок, напишем активную камеру, которая будет передвигаться за игроком, изменяем дистанцию и так далее. Дальше уже продолжим в другом уроке. В общем, сейчас наша цель все это в плане GUI и на работах реализовать. Дальше мы с вами уже там кнопочки ставим красивые, будем уже монтарнизировать. Ну вот, пишем дальше. Public Animation Clip. Так, какие у нас там анимации, кстати, есть с этими вот чуваками, я еще не в курсе. Сейчас посмотрим. Стоит. Так, сейчас проверим. Анимацию открываем, Смотрим. Анимация. А вот. Так, это просто стоит. А, идол стоит, бежит. В общем, много чего у них есть, но нам пока понадобится только пару анимаций. Ну, анимацию клип, идол, волк, это так. Ну, пожалуй, три анимации пока мы с вами в переменные внедрим. Иду, волк, это так, может есть тоже. Анимацию. Не будем тратить на это время. Так. А, и теперь мы с вами создадим еще подниму платформу, которую будем выделять. А, кстати, я еще думал насчет курсов по блендеру. Ну, это уже другая тема. Так, мы его скопируем. Это будет у нас так называемая выделяемая платформа под ним. Хотел, что ее из сферы или цилиндра. Да, цилиндр лучше всего подойдет по это дело. А мы у цилиндра так. Ну, приехали. Как видите, у меня не открыв. В инспекторе бак какой-то не открывается. Да, ладно. С вами откроем white. Какая чертовщина. Попробую заново close up. спектр. Ну, ладно, сейчас юнити перезагружу. Так, вот юнити перезагрузил. Стало все нормально. Так, вот наш цилиндр. Мы из него удаляем удаляем ковайдер наш. Увеличиваем платформу. Вот она будет. И вот платформа под игроком. А, назовем ее поставим, сделаем GameObject Attempty, вставим в Player. Это будет небольшой такой вот родительный объект с всеми контроллерами. Делаем controllers. Controllers. И для него поместим цилиндр. Созьмем его статус. Статус. В ресурсах мы с вами создадим папку Materials. Сразу Audio. И папку Folder Materials. Materials. Так, Create Material. А, этот материал будет у нас статус наш, собственно. И вешаем его вот сюда. Тут мы сделаем его какой-нибудь Transparent или Particle Adjective, в примеру. Вот такой такой конец. То есть он будет выделен. Когда наш игрок выделен, камера у нас немножко отвернута от него. Вот такая будет под ним, загораться. Ну, шейдер мы там подправим, это не особо пока важно сейчас. На камеру повесим скрипт Mouse Orbit. загрузим House Import Package по-моему с геом лежит скрипт и Charter Controller загрузим скрипт. Smooth Full Mouse Orbit да, здесь. Это на Tessets скрипт Mouse Orbit мы его перетягиваем сюда. Сейчас мы его доработаем. открываем с вами Mouse Orbit и сделаем маленькие коррективчики. Во-первых var min distance это у нас будет float равно 10 это минимальная дистанция и var max distance float 140 так и теперь сделаем небольшую проверку if input get access mouse scroll scroll will а больше нуля дистанция так и это будем менять нашу дистанцию сейчас это вот distance так что переменную speed var speed float равно 10 кем нуля если больше наверное distance равно speed distance сейчас просто проверить distance минусы у нас speed так mouse orbit вешаем на камеру так с движением будет за объектом player так дистанцию у нас прибавляется так и distance больше вернее меньше max distance тогда distance плюс равно speed дальше мы все копируем вставляем пишем меньше нуля скорость вычитаем если скорость выше чем а мин мин действия можно уменьшить все обратно что здесь не так вот speed равно 5.0 так скорость трем равна у нас камера двигается только местами я поменял конечно а минимально возьмем 0 y limit скорость можно даже так 3 ладно оставим тут все таки больше а тут меньше когда меньше то вверх немножко спутал просто тут раз так минимальная дистанция 5 максимально 140 оставим ну вот можем отматывать перематывать смотрим на нашего игрока организуем передвижение камеры относительно нашего игрока и выключим это и введем переменную selected public bool selected будем проверять нажат выделен ли урок или нет дальше проверки только кнопки и в target идем еще if input get mouse button 1 если нажата правая кнопка мыши сейчас появится переменная здесь все дектат и камера будет двигаться только по нажатию правой кнопки мыши не двигается так мыши нажали на двигается дальше так создадим коллайдер нашему игроку плеер и мобжик это уже компонент физикс бокс коллайдер повышу и увеличим размерах готова дальше public on mouse enter если не ошиба если не обладает меня память по-моему так void mouse enter void mouse mouse enter if input get down 0 если кликнули этот момент когда навели так то тогда у нас будет select true так public void on mouse так хотя можно сделать немножко по-другому мы сделаем on mouse down сразу и при нажатии это есть нажатие клавиши поэтому все нормально void следующий метод будет on mouse up при покидании клави мыши то тут как раз и сделаем if input get mouse button down 0 тогда select false select down false так он маус exit и нажать а то так дальше мы с вами сделаем еще переменную public renderer это будет у нас статус предельное введение иначе будет статус статус точка материал точка color будет равен color точка red да при снятии мы наш статус так мы можем его активировать статус точка enabled статус точка gameobject точка сайт active true то есть мы включаем и подсвечиваем выпускаем вот на кликаем а точно мы статус с вами не задали еще в инспекторе запускаем нажимаем статус появился а м а изначально можно вообще его сделать включить и сделать его полностью белым вот так мы сделаем с вами а если мы с вами покинули мышь от него ушла то он будет вот в общем нужно цвета подобрать так что при наведении on mouse enter то у нас будет менять цвет цвет актив и цвет зеленый по миру да green при наведении при покидании мыши то он будет yellow так по покиданию и так пусть он будет желтый при старте мы сделаем старт yellow так в общем понятно проблема меняем шейдер на bump diffuse делаем цвет альфа такую вот и у нас сейчас это будет работать значит во-первых вот как видите mouse down наш код mouse enter mouse exit и старт старт сделаем color точка yellow сохраняем запускаем вот наш желтый цвет наводим зеленый наводим желтый нажали красный нажали и он теперь select выбранный то есть теперь при покидании клави так if selected false в общем должен быть тогда цвет будет опять меняться на желтый то есть мы должны делать так чтобы цвет не менялся дальше еще статус color так color будет равен new color аммм возьмем вот так кар точка r точка g точка g b и тут сделаем по меру 0 3 f сюда вот теперь нормально тоже самое сделаем старыми образцами так копировать тут вставим так где еще и в старте тоже самое делал вот зеленый тусклый кликнули стал красный и тип теперь у нас объект выделен то есть когда мы уже кликнули мышкой он стал просто опять зеленый должен быть желтый так спорим где у нас не так значит вот наш смысл при нажатии объект выделен при покидании нажатии клавиши две кнопки мыши объект становится не выделен при наведении он становится зеленым при покидании selector false переменную public а нет вот тут пункт enter it enter it а функция public void on mouse over for тогда будет enter true true а mouse exit entered будет равен false соответственно вот это мы выделим в апдейт проверку пишем если он не выделен если он не выделен так если он не выделен нажатой клавиши то снимаем выделение Готово, теперь спускаем заново, видите, выделим, щелкнул, все, теперь он, у нас игрок выделенный, при наведении становится зеленый, тоже подкорректируем, так, green, если он if не entered, if selected, если он не выделен, вот такой зеленый, а так будет красный, все, кликаем красный, теперь он с красным, кликнули, при клике у него будет пусть менять цвет на желтый, вот так, кликнули здесь, все, выделение снято, все, сиюнита, наводим, наводим, кликнули, все, выделим, сняли выделение, все, у нас теперь полностью контролируется все это, теперь я несколько модернизирую сейчас эту вот подстилку, мы ее сделаем быстренько в блендере, так, беру это кольцо, созданное сюда, сейчас я его кидаю, и увеличим его в размерах, ставим сюда, и делаем ему наш материал, который уже использовался, удаляем аниматор, selection ставим сюда, осталось мы с вами удалим, все, теперь у нас есть пускаем, кликаем не игрока, вот все, уделение готово, ну что же, пожалуй, на этом все, я завершаю от этом первый урок по созданию РПГ РТС, до следующих встреч, встреч, встреч.